Сегодня о новостях Skyway и новостях со всего мира. Отчетное событие ЭКФС-2020 онлайн посетили более 30 тысяч человек. Рекомендуем посмотреть обращение Анатолия Эдуардовича, прочитать тезисы SWC или тезисы предыдущего вебинара от 28 октября «Выступление генерального конструктора – это дорожная карта будущего развития». Мы вводим термин UST – Unitsky String Technologies в рамках ребрендинга головной компании, которая была сделана, чтобы не создавалась связи только с проектом Skyway. Unitsky String Technologies – по-русски ЗАО «Струнные технологии». Остановимся на выступлении Олега Зарецкого, исполнительного директора Skyway GreenTech. Skyway GreenTech – одна из компаний, которая занимается реализацией Skyway на Ближнем Востоке и взаимодействует с подрядчиками в Объединенных Арабских Эмиратах. Доклад из Центра сертификации и тестирования Skyway в Шарже. Вы видите визуализацию того, что планируется реализовать в Центре. Стройка идет. Многие лидеры обращаются с просьбой посетить стройку в Шарже, чтобы получить новые материалы. Сейчас нерационально останавливать стройку в Шарже ради приема делегаций. В Объединенных Арабских Эмиратах другие правила, и мы должны их соблюдать. Главный материал – это доклад Олега Зарецкого, который можно посмотреть на YouTube-канале SWC. Делегации можно организовать только из нескольких людей – крупных целевых инвесторов. Анатолий Эдуардович в своем отчете сказал, что трасса в Объединенных Арабских Эмиратах готова к тому, чтобы правитель Шаржи испытал струнный транспорт. Несмотря на карантин, строительство идет, чтобы протестировать, сертифицировать транспорт и приступить к адресным проектам. Из выступления Олега Зарецкого, исполнительного директора Skyway GreenTech. Вы можете видеть завершенную первую линию, установленные промежуточные опоры второй линии, работы, которые ведутся по завершению инфраструктуры, дороги, производится обратная засыпка линий коммуникаций, которые были установлены и уже протестированы. Что наиболее важно, мы начали строительство четвертой линии. На прошлой неделе в этом гостевом доме была делегация правительства Шаржи. И высшие чиновники из Министерства планирования города и управления дорог выразили большую заинтересованность в линии Skyway в Шаржи. Особенно они просили ускорить строительство четвертой линии, которая будет показывать движение контейнеров и грузового транспорта, потому что в такой линии правительство Шаржи заинтересовано больше всего. На первой анкерной опоре первой линии все закончено и готово к процедуре тестирования и сертификации. У UST формируются универсальные стандарты технологии создания путевой структуры. Состав сможет перемещаться как в навесном, так и в подвесном виде. Олег Зарецкий проехал по всей территории инновационного центра на автомобиле, потому что это большая территория. Все отделочные работы на линии в 400 метров завершены. Две станции практически закончены. Тестовые участки строятся под конкретные запросы для адресных проектов, в результате которых компания получит потенциальную капитализацию. Первая линия полностью готова для сертификации. Сертифицируется не только станция, но и все оборудование. Система пожаробезопасности, система допуска пассажиров на платформу, система посадки, высадки пассажиров и другое. Если все уже готово, то, скорее всего, уже ведется работа по первым адресным проектам. В своем интервью Анатолий Юницкий отметил, что в 2021 году мы должны увидеть первые контракты на адресные проекты. Вторая линия длиной 2 километра. Для нее установлены все промежуточные опоры. В соответствии с европейскими стандартами, сварные швы заменены на болтовые соединения, которые обеспечат срок службы до 100 лет. Тестирование начнется в ЭТП, когда там будет построена шестая трасса для тяжелых грузоперевозок. Сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах ведутся работы на четвертой линии. Начинается гонка в мировой инновационной транспортной индустрии. Hyperloop – серьезное направление, которое требует соблюдения техники безопасности и всех расчетов. Если что-то пойдет не так внутри трубы или подвижного состава, последствия будут катастрофические. На данный момент компания привлекла 358 миллионов долларов инвестиций, то есть общая капитализация – почти 0,5 миллиарда долларов. В 2017 году компания получила за раунд инвестиций 135 миллионов долларов. Для Skyway 135 миллионов долларов могли бы помочь построить высокоскоростную трассу. Обе компании – USD и Hyperloop – начали развиваться в 2014 году. Это разные виды подвижного состава, но можно сравнить развитие компаний. Сертификация Virgin Hyperloop планируется в 2025-2026 годах. Это хорошая новость, потому что у нас при оптимистичном сценарии будут достроены несколько адресных проектов и появится финансирование высокоскоростной и гиперскоростной трасс. Концепция гиперскоростной трассы Юницкий разработал более 35 лет назад. Сейчас в ЗАО «Струнные технологии» работает более тысячи инженеров. Это огромный мозговой центр. Можно предположить, что при достаточном финансировании ничто не остановит параллельный запуск гиперскоростного направления. После демонстрации технологии в адресных проектах будут привлекаться более крупные суммы инвестиций. Что было сделано в USD с 2014 года? Более 14 видов подвижного состава, многие виды транспорта были сертифицированы в Республике Беларусь и готовятся к сертификации в Шадже. Что ускорит процесс? Джо Байден заявил, что будет следовать плану по защите окружающей среды и возобновляемой чистой энергии. На это будут направлены триллионы долларов. Важно! SkyWay – это торговое название одного из продуктов USD. USD – это компания, по-русски «ЗАО «Струнные технологии», которая разрабатывает, проектирует и создает транспортные и инфраструктурные технологии». Здесь есть и другие направления. SkyWay – это одно из направлений USD, которые мы сейчас финансируем. Всегда проверяйте источники на сайтах RSW и SWC. Там всегда официальная информация. Именно так теперь называется проектная организация, которая сейчас находится в Минске. Пожалуйста, не путайте продукт SkyWay и компанию USD – Unitsky Stream Technologies. Уже несколько раз анонсировали обратный выкуп доли в конце этого года. Когда он будет? Обратный выкуп зависит от прибыли компании. SkyWay – не пирамида, где деньги выплачиваются за счет новых инвесторов. Головная компания не будет делать обратный выкуп, если для этого нет свободных ресурсов. Вы видите, в каких жестких условиях недофинансирования развивается компания. Будет прибыль – будет обратный выкуп. Трасса Virgin Hyperloop – 500 метров. Скорость – 169 км в час. 300 метров разгон. 200 метров торможения. А на трассе 2 км в Шадже мы увидим 150 км в час у SkyWay. Все строится, чтобы продемонстрировать заявленные характеристики. Неужели мы до 2025 года ничего не получим? Мы этого не говорим. И мы говорим о сертификации Hyperloop в 2025 году, а не про получение прибыли инвесторами SkyWay. Анатолий Юницкий сказал, что в следующем году мы ожидаем 3 контракта на адресных проектах. Предоплата по адресным проектам – это уже прибыль, из которой потенциально возможны выплаты. Мы думаем, мы увидим первые возвраты наших инвестиций значительно раньше 2025 года. 2025 – это слишком долгий срок. Что известно о токенах? Пока информации нет. Ждите информацию от USD – работа ведется. Пакет с голограммой еще действует. Очень выгодное предложение. Многие уже воспользовались этим предложением. В своем кабинете на странице Faces of the Future вы можете посмотреть на первые голограммы в цифровом формате. Если кто-то из ваших партнеров еще не в курсе, пожалуйста, передайте информацию. Благодарим за внимание. До скорых встреч!